Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и после Рождества я вернулся к вам упитанный, начитанный и воспитанный. Почему упитанный понятно, почему начитанный? Ну потому что я сегодня утром съездил в Икею, потому что вот эта начитанность моя, то есть поиск по всем своим магазинам в Бонни и близлежащим показал мне, что за белой посудкой надо ехать в Икею, потому что, к примеру, вот такая чашка в Икею стоит 49 центов и такую цену нигде не найдете, понятно, причем разнообразная, ну в общем, брал я не выше 3 евро все вот это, к тому же взял еще разные подложечки там, в общем, я не помню, но, по-моему, за все это я заплатил где-то около 40 евро, это очень хорошая цена для Германии, поверьте мне. И вот пока я ехал сегодня, и пока я тут расставлял, я понял, что это очень еще хороший материал для обучения. То есть сама по себе, почему я выбираю белый? Потому что любая еда на белой чашке будет смотреться очень-очень презентабельно. Потом, когда вы сможете уже себе позволить подгонять цвет тарелки и еду, а это произойдет когда-нибудь, то можете использовать цветные, но пока я, во всяком случае, буду использовать белые. Причем разнообразные у меня, вот и квадратные, как видите, есть вот такие для десерта. Есть маленькие, куда я буду насыпать всякие ингредиенты, показывать. Чашечки вот я также купил, там, допустим, я не знаю, что перец или еще что-то показывать. Небольшие кружечки купил такие, если придется, там, чай показанный, чай, кофе, допустим, или еще что-то. Ну, и захватил еще такие деревянные красивые всякие лопаточки. Смотрите, красиво-то ставить. Так вот, почему я посчитал, что они очень хорошо помогут нам в обучении? А потому что из них строить композиции – это великолепный материал. Я подумал, что я сделаю для вас порядка 2-3 видео с композицией, где мы будем смотреть, как влияет то, как влияет это, как сочетать форму круглую, квадратную, вот такую, как их вместе ставить. Я думаю, это должно быть вам интересно. И военовым первый, сейчас, первое видео я прямо сейчас сделаю, потому что время 12, вернее, уже первый час, солнце уходит, а я хочу делать это только при дневном свете. Потому что белое на белом лучше вам, чем дневной свет, ничем не поможет снять. Ничто. Вроде все сказал. Давайте начинать. Вперед, ребята, в студию. Ну, давайте из этого великолепия, которое нам предоставил, предоставил Икея. Вот я тут взял несколько тарелок. И давайте вот из них попробуем составить что-то такое, чтобы было уравновешено, красиво и в то же время эстетично. Белый фон, белые тарелки. Вот это у меня банка с хрупами просто-напросто. Я ее поставлю сейчас в центр. Вот так. И ее обопру сейчас с помощью клея. Тарелка, иначе она стоять не будет просто-напросто. Поэтому посмотрим место соприкосновения. И это вот так. Сходит этот клей легко, поэтому за него можно не бояться. Так, хорошо. То есть это наш центр, скажем так, к примеру. И начинаем строить, допустим, правую часть. Возьмем тоже какие-нибудь утяжелители вот тут. Так. И какую-нибудь тарелочку подходящую. Так. Ну, допустим, вот это. Тоже, чтобы она у нас не моталась туда-сюда. Закрытываем ее с помощью клея. Вот так. Так будет хорошо. Можно даже чуть-чуть подвинуть. Готово. Согреб я не хотел, чтобы не попадал клей. Кто знает, как он поведет себя на этой поверхности. Убрали. Так. Две тарелки. Давайте сделаем три тарелки еще. Вот сюда их расположим. Так. Видим, что у нас вот эта часть уже начала формироваться. Давайте середину теперь. Я предлагаю взять эти кружечки. Да какой прилипучит этот клей. Вот эти кружечки. И сделать из них небольшую пирамидку. То есть два так. Один вот так, допустим. Смотрим. У нас, как я говорил, что еле пересекаться, но ни в коем случае не смыкаться. То есть не склеивается деталь. Так, все. Тут мы все сделали хорошо. Теперь возьмем, скажем так, уравновесим вот этот край с этим краем. Сдвинем его ближе туда. И посмотрим. Так, здесь явно чего-то не хватает. Но я чувствую, что не хватает еще одной кружечки. Вот так поставим кружечку. Так, фотографируем. У меня сейчас ничего, кроме как тимового света нет. Поэтому у меня одна третья стоит. Так, я смотрю. Хинтергрунт немножко маловарстенький. Придется все чуть-чуть туда отодвинуть дальше. Что у нас хватило места. Ну, маленький он такой получился. Вот так. Сюда. Компактнее. Я специально взял узкий, чтобы не расползтись. То есть, это меня дисциплинирует и позволяет сдвигать как можно ближе. У меня есть такая привычка, значит, когда места много, я начинаю расползаться. Но, чтобы этого не произошло, я сейчас себя как бы подчинил пространству этому. Вот так. Вот, теперь они у меня более-менее поместились. Фотографируем. Да. Теперь можно сказать, они на месте. Хорошо. Недаром здесь лежит вот это яблочко, ребята. Вот посмотрите. Мы сфотографировали на термурт. И вроде бы, как правильно все поставили. Все уравновешено. Да, все красиво. 2, 3, 3, 1. Вроде бы как, по числам все хорошо. Но, вот посмотрите, как меняется все. Стоит поставить нам какой-то вот такой, допустим, акцент. Зеленый в этом случае. Зеленый с серым. Очень даже неплохо. Пожалуйста. Вы видите, как изменился, сразу оживился этот самый натюрмортик. После того, как у нас с композицией все уладилось, давайте подумаем, что сделать, чтобы у нас во-первых, здесь не была такая густая тень, а здесь не было слишком светло. Ну, для этого нам, как всегда, помогут два пуска пенопласта. Один я поставлю так наискосочек, потому что я не хочу жестко бросать туда свет даже отраженный. А здесь я сделаю следующее. Я сейчас поставлю вот таким образом. подопрепляю вот так. Чтобы вот свет шел уже вот отсюда, а эта часть оставалась как бы чуть-чуть затемненной. Ну, и вот теперь я уверен, что все будет хорошо. Давайте сделаем этот заключительный снимок. Это то, что мне и хотелось. Ну, вот, дорогие друзья, мы с вами закончили съемку, и я сейчас немножко поясню кое-что. то есть смотрите, мы взяли простые тарелки и кружки, да, языки, вроде бы ничего такого, а в итоге мы получили после немножко обработки в фотошопе вот такую картинку. Посмотрите, насколько она выиграла, когда мы положили вот это яблочко, да, когда мы поставили этот свет немножко подсветили здесь, и наоборот чуть-чуть затемнели здесь. То есть объем выразился. И кроме того, я всегда вам советую поставьте свой натюрморт мысленно на вот такие весы, да, помните старые весы, и звезти, если вы видите, что у вас натюрморт переворачивается, значит не получилось, значит снова. А завтра мы с вами возьмем уже вот эти формы, более такие квадратные, и с ними поиграем, посмотрим, сделаем еще версию. То есть я планирую вообще-то три версии, и это одна из них, и если вам понравилось, оставайтесь с нами, продолжение следует. А пока я прощаюсь с вами. Всего добра. Пока. Субтитры Субтитры подогнал «Симон»!